МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый день, дорогие друзья! Вы смотрите программу «Миссия добра» из цикла «Путь паломника». И сегодня мы находимся в приходе во имя святителя Николая Чудотворца в Новокубишевске, в небольшом городке Самарской области, где положено начало большому и значимому для всех православных делу. Три года назад по благословению митрополита Самарского и Сызранского Сергия по инициативе настоятеля свято-никольского прихода Артемия Мищенко в губернии был запущен уникальный для России проект по созданию тематических миссионерских ковчегов для духовно-просветительской работы. Когда я стал священником, после окончания духовной семинарии я поступил в Духовную Академию. Закончив ее, у меня появилась потребность поделиться той красотой, которую я видел в Третьс-Серковой лавре во время учебы с окружающими людьми. И стали появляться размышления, как это донести до людей. Я понял, что мало рассказать людям о православии, нужно это буквально показать. И прикосновение к святыне является очень ярким моментом в жизни, когда человек способен душой пережить изменения к радости, к миру, к внутренней какой-то светлости, наполненности. И тогда слова о добре ложатся на добрую почву. Поэтому мало сказать доброе, нужно еще душу человека к этому подготовить. Поэтому те святыни, которые создаются, это способ донести до человека радость, добро, мир. Первым итогом проекта стало создание тематического ковчега «Святое супружество» – соборной иконы с мощами святых супругов. Сегодня каждый, придя в Новакуйбышевский храм, может приложиться к ковчегу, помолиться о семье, о преодолении неблагополучия в браке. Следующий тематический ковчег, который был создан, это миссионерский крест-мощевик, предназначенный для духовно-просветительской работы с казачеством. Передача святыни духовнику войска, протерею Владимиру Загаринскому, состоялась 19 декабря 2014 года в День святителя Николая Чудотворца, престольный праздник храма. Отец Владимир, как благочинный Новакуйбышевского благочиния, ослужил божественную литургию. О, все благие Отче Николая, пастры и учители всех, веру и притекающих к Твоему заступлению, и теплую молитву Тебе призывающих, скоро почися и избави Христово стадо от волков, губящих мне, и всякую страну христианскую огради, и сохрани святыми Твоими молитвами от мирского мятежа, труса, нашествия, иноплеменников и междоусобной брани. Пресвятая Богородица, спаси нас! С иконой святителя Николая и с крестом-мощевиком был совершен крестный ход вокруг храма. Они же не разумевши, что бяши, я же глагол шиим, кричи, я же паким Иисус, аминь, аминь, глаголю вам, якас, естин дверь овцам, всели-ка их прийти прежде мене. После чего отец Артемий передал ковчег отцу Владимиру. Уважаемые и дорогие братья и сестры, представители казачества, сегодня такой уникальный день в новейшей истории России. Потому что впервые в истории создается в новое время святыня воинская. Святыня не просто предназначенная для хранения в храме, а именно предназначенная для просвещения воинов на нынешнем времени. В воинский ковчег вложены частицы Животворящего Креста Господня, частицы мощей апостола Андрея Первозванного, святителя Николая Чудотворца и 25 святых воинов православия, в том числе Георгия Победоносца, равнопостольного князя Владимира, короля Англии мученика Эдмунда, великого флотоводца Федора Ушакова, Иоанна Русского и других почитаемых святых воинов. Батюшка, Вы несете огромный труд, который трудно переоценить, и да укрепит Вас Господь молитвами мучеников и все казачество нашего Поволжья и нашей России через эту первую святыню на современной России. Спасибо, Господи. Благословение Господне на Вас, того благодати и человеколюбия всегда на ней присно и во веки веков. Спасибо, Господи. Дорогой отец-настоятель, протерей Артемий, возлюблено Господи, отцы, братья и сестры, господин атаман, господа атаманы, казаки, дорогие православные христиане, жители города Новоквыбышевска. Сегодня у нас действительно великое торжество, дивное празднество и незреченное ликование Духа. Сегодня Сам Господь посетил нас с вами всех. Я полной ответственностью говорю эти слова. Благодать Духа Святаго всегда немощны и врачующие, и оскудевающие к восполняющие будет присутствовать с нашим волжским войсковым казачьим войском, будет присутствовать с нашим православным народом, в особенности в тех местах, где надлежит пребывать этому дивному мужчевику-кресту. И вот в ближайшее время с атаманом войска, с заместителем по взаимодействию с Православной Церковью мы разработаем план по миссионерскому служению с этим крестом и будем посещать наши казачьи подразделения с молебнами, чтобы через благодать этого креста стали благодатными сердца наших казаков. Пусть милость Божия и помощь Божия всегда присутствуют с нами, чтобы мы действительно стали теми, какими хочет видеть нас Господь. Праздник вам всех вас! Спасибо! Спасибо, Господи! Поздравил присутствующих и атаман Ложского казачьего войска. Сегодня большой праздник, большой праздник для нашего войска, знаменательное событие, которое сегодня здесь происходит. Передача креста мощевика нашему духовнику, отцу Владимиру Загаринскому, который, конечно же, с благословения Господа будет нести православие во все наши отделы округа, станицы, хутора. Это и Саратовская область, и Пензенская, и Кировская, Пермский край, Нижегородская область, Чувашская республика, Мордовия, Мариел, Башкортостан, Татарстан, Ульяновская область. Все казаки этих областей, они сейчас мысленно с нами и радуются вместе с нами. Спасибо, Господи, за эту благодать. С праздником! Все, кто был в храме в этот день, смогли приложиться к кресту мощевику. Святитель Николай был настоящим благотворителем, и его житие эту истину подтверждает не раз. Вот и в День памяти святого так совпало, что сразу после передачи святыни казакам в приходе совершилось еще одно знаменательное событие. Освещение гуманитарного конвоя Ворского войскового казачьего общества и отправка его в Новороссию. Спасибо, я дару, яй. И твои цепочки, яй. Моги, Господи, давайте остановка через определенные действия движения. Я думаю, что отреки еще подвозрения колонны нет. С тем, чтобы не заснуть, не доехать, и потом за обратно, и передать большую удивительность в правильный путь. Вам еще раз большое спасибо, в связи, и на вас, на День, за Россию. Спасибо, Новороссийск. Сбор гуманитарной помощи для жителей Донецкой и Луганской республики является миссией добра, так как в такие трудные ситуации, жизненные, что хуже войны быть, может сказать, сложно. И поэтому казачье общество, добровольная пожарная команда Самарской области принимает активное в этом участие. Любое доброе дело начинается с благословения. Получив благословение, в первую очередь ты чувствуешь какую-то защиту Господа Бога, и поэтому все делается легко, мне кажется, и идешь с надеждой о том, что никаких казусов дорогие. Получив благословение, ребята отправились в долгий и нелегкий путь с радостью, легкостью в сердце и уверенностью в том, что все сложится хорошо. На этом торжественные мероприятия праздничного дня не закончились. Была трапеза с военно-полевой кухней и казачий концерт в культурно-просветительском центре «Единение» в действующем Пресвято-Никольском храме. ПЕСНЯ После окончания праздника мы смогли узнать подробности о предстоящей духовно-просветительской работе с казаками. У нас же кроме этого еще есть войсковой крестный ход с иконой избавительницы Адбет. В том году он прошел всю Самарскую область, сейчас идет по Нижегородской области, это четыре епархии, и вот совместно с крестным ходом, с иконой, с мощевиком будем посещать как раз те отделы, где у нас находятся казаки, сосредоточник казаков, будем туда привозить как раз мощевик. Тематические ковчеги – явление новое, нам неизвестное, поэтому очень много вопросов было к батюшке о самом процессе их создания. Византийская империя постоянно подвергалась набегам крестоносцев, и на Запад были вывезены все великие святыни православия. Они распределились по Западной Европе, Франции, Италии, Швейцарии, другим странам. И сейчас, поскольку происходит упадок духовных ценностей на Западе, многие святыни попадают в Россию. Благотворители их выкупают, проводится научная экспертиза, и потом эти мощи перелагаются во вновь созданные, удобные для нашей культуры, для нашей жизни мощевики, ковчеги. Сам процесс создания святыни очень непростой, потому что это требует, во-первых, благословения, священного началия, во-вторых, это требует научной компетентности, должна совершиться обязательно научная экспертиза, мы делаем ее в Москве, научное изучение жизни святых, мощи которых привозятся, как правило, из Западной Европы. Поэтому это очень трудный процесс, требующий в том числе и очень большого финансового участия благотворителей. Ну, слава Богу, что разбог нам это дает, значит, именно для нашего времени это нужно. Говорили о роли нового вида духовно-просветительской работы. Уникальность этого проекта, по-весу слову, имеет в смысле мировое значение, потому что данная нам возможность в России всегда была почетной, и занимались патриархи, цари. И вот, когда это совершается на уровне митрополии, это замечательно, это возрождение исконно-русской традиции. Беседовали и о планах по развитию проекта. Мало провести ковчег, ведь нужно еще людям правильно рассказать о Боге современным языком. Вот это вот очень важная работа по именно переложению древних духовных ценностей на современный язык, для современных понятий. Это очень большой пласт работы, который лежит за созданием ковчегов и который нужно довести до конца. Тогда этот проект будет иметь смысл. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok